Семья дождалась своего героя спустя 74 года. В Ленинградской области найдены останки ярославца, погибшего в 1941 году в боях Великой Отечественной. В среду они были переданы внуку солдата, а в четверг будут перезахоронены на родине в Даниловском районе нашей области. 37-летний уроженец Ярославской области Алексей Казимиров ушел на фронт осенью 41 года и не вернулся. В единственном письме, отправленном жене, он писал, что его часть находится около деревни Вороново Ленинградской области. Идут тяжелые бои, много погибших. Больше писем не было. Все эти годы рядовой числился пропавшим без вести. В среду останки Алексея Казимирова были переданы внуку героя, названному в честь деда. Может, как надежда и была, но я знал, что поисковики-то работают, но смотреть на вещи реально, то шансы практически равны были нулю. Это просто чудо. Останки Алексея Казимирова нашли питерские поисковики осенью прошлого года. Вместе с ним еще одного солдата, тоже ярославца. Их имена и фамилии сохранились в медальонах. Там же лежали противогазы, металлические кружки, подсумки от винтовки Мосина. В 1942 году были медальоны изъяты. И установить личность после 1943, 1944, 1945 год практически невозможно. По 1944 еще как-то можно, потому что на тот год уже многие были награждены орденными медалями. И по номеру еще как-то можно в архиве что-то пробить. А вот в 1943 год практически никак, они все безымянные. Да и в 1942 уже ближе к концу медальонов мало находится. Теперь останки Алексея Казимирова будут захоронены на родине, в Даниловском районе. Рядом с женой и двумя сыновьями. Еще двое его сыновей живы. Они вместе с внуками, правнуками и праправнуками ждут этого события. Сохранился даже дом героя, правда перестроенный. Для меня вообще-то тема очень близка, потому что мой дядя, Павелик Васильевич, тоже погиб в этот же период. И тоже на Ленинградском фронте. Остались только желтевшие треугольники песен. Патриотическая работа будет в абсолютном приедеть в регионе всегда и сегодня всегда. Ну и, конечно же, эта работа устремлена и в будущее. Мы не ради прошлого, конечно, не теряясь ни героического прошлого, но устремлены в будущее. В этом юбилейном году, в год 70-летия Победы, семья Казимировых обязательно примет участие в торжественной акции «Бессмертный полк». Она, как и парад, вновь состоится в Ярославле. И обязательно родственники придут с цветами на могилу героя, которая будет теперь не безымянной и далекой, а близкой.